Он относится к особой группе элементов, называемых антиоксидантами. Я считаю, что они способны защитить мозг, тело, артерии, и не только замедлить процесс старения, но и предотвратить сердечные заболевания, рак, болезнь Альцгеймера, все прелести 21 века. Эти заявления базируются на том, как антиоксиданты действуют на содержащиеся в организме человека свободные радикалы. Свободные радикалы – это нестабильные молекулы внутри клеток тела. Они реагируют с другими молекулами, забирая у них электрон, чтобы атом снова стал стабильным. Когда молекула теряет атом, она сама становится свободным радикалом. Цепная реакция запущена. Обычно организм самостоятельно справляется с этими агрессорами. Но если их становится слишком много, они могут повредить клетки, что приведет к ужасным последствиям. Вред, нанесенный свободными радикалами, может выразиться в сердечных заболеваниях, раке, дистрофии желтого пятна. Еще мы считаем, что они в значительной степени ответственны за процесс старения. Но антиоксиданты, в частности витамины А, С и Е, нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая разрушение клеток. Простой пример с куском мяса поможет продемонстрировать, насколько хорошо витамин Е борется со свободными радикалами или окислением. Когда вы видите его в магазине, оно красное. Витамин Е защищает мясо от окисления. Я хочу показать, что произойдет, если уничтожить витамин Е. Я беру специальную жидкость и наношу ее на поверхность мяса. Она разрушит витамин Е. Как только витамин Е исчезает, клетки мяса наполняются свободными радикалами. Через несколько минут цвет мяса начинает меняться на коричневый. Клеткам нанесен невосполнимый урон. То же самое случилось бы с нами, если бы не защита витамина Е. А теперь мы встретимся с доктором Ак Лигнеллом, который разработал уникальный метод получения этого антиоксиданта. Сначала нужно было выделить водоросль шведского архипелага и поместить ее в лабораторию для культивации в оптимальных условиях. Здесь, в Густавсберге, началось промышленное производство астаксантина. В первой его фазе, зеленой, водоросль размножается и многократно увеличивает свою биомассу. Во второй фазе, красной, она становится зрелой и содержание астаксантина достигает максимума. В последней фазе мы высушиваем водоросль и измельчаем в порошок, который заключаем в капсулы. Когда вы принимаете астаксантин, он накапливается в коже и нейтрализует свободные радикалы, образующиеся под воздействием ультрафиолета, курения и плохой экологии. Таким образом, астаксантин защищает клетки кожи от повреждения и заботится о ее красоте. Когда дело касается красоты кожи, огромное значение имеют процессы, протекающие в ее глубинных слоях. Вот почему концепция «красота изнутри» так важна. Толщина кожи не более миллиметра, она свободно поглощает солнечные лучи, поэтому здоровое состояние ее внутренних слоев также необходимо для внешнего вида кожи, как и наружный косметический уход. Ультрафиолет, точнее образующиеся под его влиянием свободные радикалы, нарушают этот здоровый баланс. И когда клетки кожи повреждаются, кожа начинает терять эластичность, упругость, появляются морщины. Астаксантин – это мощный нейтрализатор свободных радикалов. Он проникает в клетки кожи из кровотока сквозь клеточную мембрану и тут же начинает свою работу по обезвреживанию свободных радикалов. Наши исследования подтверждают, что прием астаксантина в течение 6 недель не только улучшает эластичность кожи, но и уменьшает выраженность морщин. Так что концепция «красота изнутри» отлично работает вместе с нашей косметикой, которая дарит коже полноценный уход снаружи.